Продолжение следует... Добрый день. Поговорим о качестве дорог. Весна, все тает, дороги разрушаются. Почему они у нас так быстро изнашиваются? Ну, тяжело мне сказать быстро. Что значит быстро? Это понятие субъективное. Есть у заказчика, у подрядчика четкое понимание. Объект сдан, есть гарантийный срок. В период гарантийного срока ежегодно проводится весенний мониторинг объекта. И если будут выявлены какие-либо дефекты, возникшие на объекте, подрядчик их и едет, и устраняет. Со стороны своей, могу сказать, мы также анализируем каждый год. А сколько денег мы тратим на гарантийный ремонт? Это же тоже себестоимость нашей продукции. Эти деньги нам никто не компенсирует. Менее одного процента. Поэтому вот насчет того, что быстро разрушается, мне тяжело судить. Но есть одно большое но. Я в том числе и на одной из встреч в последнее время в городской администрации этот вопрос задавал. Мы наблюдаем, что на объектах, выполненных за последние 4 года по нацпроекту, там где уже после выполнения работ дорожниками, в различные годы были произведены какие-либо работы нашими коллегами-коммунальщиками, и потом даже был восстановлен асфальтобетон. Там ситуация очень печальная. Ты едешь по улице, прекрасный асфальт, потом просто участок дороги вместе с водой прямо у тебя на глазах вымывается. Но ты видишь о том, что этот участок делал не ты, делали не твои коллеги, а здесь были какие-то работы по теплотрассе, либо по водоканалу, выполнены в какой-то из периодов уже после ремонта. С точки зрения, наверное, жителя города, ему не важно, ему дорогу сказали там 3 года назад, вот сделали по нацпроекту, сдали, похлопали, разошлись, а теперь она разрушается. Но в этом виноваты не дорожники. Здесь, я считаю, ряд проблем какой. Пытались в несколько лет синхронизировать дорожников-коммунальщиков, но все равно есть аварийные порывы, есть, ну хорошо, там план не текущего года, но через 2 года подошел участок ремонта. Если перекоп, восстановить эту работу, ну, те, кто копает и выполняет работы ремонтные по сетям, не готовы оплачивать нормальную стоимость работ для дорожников. Мы за те деньги, которые они готовы за это подработать, тоже не можем себе позволить. Ну вот, из-за экономии страдает качество. Я застрял в вопросе о том, что они тоже должны нести гарантийные обязательства, и город, насколько я знаю, городская администрация, требует при закрытии ордера Гарантийный срок, как минимум, на период аналогичной гарантии по данному участку, но не менее двух лет. И поэтому, как мне было заверено Антону Андреевичу Шеломенцеву, что они в этом году также при весеннем осмотре отдельно заставят внимание на участки за последние 3-4 года, где были перекопаны, и заставят также коммунальщиков нести гарантийную ответственность и эти работы устранять. Ну вот, наверное, большая проблема в том, что привлекают именно к восстановлению покрытия после своих работ не специалистов, а какие-то компании, которые, ну, видимо, не совсем за качеством следят. Но ровнять их ко всем дорожникам, и всех дорожникам от Угребенка точно не надо. Я могу сказать, те коллеги, которые работают давно, которые работают на рынке города, края, они работают на совесть. И мне некого ругать, и за себя не стыдно сказать, что я дорожник. Есть, конечно, гарантийные моменты, но я говорю, это небольшие участки, и мы их, опять же, мы их устраняем. Николай Владимирович, а что касается применения высокотехнологичных материалов и технологий, вот, импортных зачастую, да, как сейчас-то будем выходить из этой ситуации, и вообще, что у нас с этим? Ну, вы знаете, да, есть у нас достаточно большой спектр материалов, особенно химии дорожной, которая есть импортная, но я бы не сказал, что здесь в засилье у нас прям импорта есть огромное количество и российских аналогов, и российских уникальных материалов. Поэтому, вот, что касается, наверное, дорожного строительства, здесь больших проблем мы не видим. Это прям единичные случаи, где применяется импортный материал, и, опять же, есть понимание, каковы и чем заменить, так что не проблема. В этом смысле понятно. А что касается технологий, больше нужно применять, развивать, точнее, у нас? Да, технологии, в принципе, они во всем мире дорожные достаточно одинаково применяются. Здесь тяжело сказать, что прям какая-то страна там впереди планеты всей побежала, потому что то, что иногда любят выносить на суд общественности, как новые технологии, ну, попробовали, не факт, что оно получится, там, я пример приведу, наши северные коллеги там, участок дороги делали, который заряжали электромобили, но тоже практика не пошла, да, то есть вроде, как бы, пронансировать-то можно, вот там уже до чего техника дошла, а мы тут щи лаптем хлебаем. Нет, не так. То есть у нас очень большое количество современных новых технологий применяется, вот, я говорю, часть даже применяется вперед, есть уникальные российские технологии, есть то, что мы позаимствуем у коллег с Запада, их технологии, аналоги их технологий, все применяется вот так, как применяется. Здесь какого-то, там, ноу-хау, нового, чего-то, что вот надо сейчас применить, и мы тут заживем по-новому, я, если честно, такого не вижу. Каждый год что-то новое внедряется, поэтому. Что-то усовершенствуется просто в плановом режиме. Да. Техника, технология, это все применяется очень активно. Сколько средств в общей сложности в этом кайду пойдет на ремонт дорог, много это или мало относительно других лет, и вот так вот лаконично как-то хотелось бы понять, сколько же объективно у нас стоит километр дороги в Алтайском крае, ну, скажем, ремонт его содержания. Сколько денег пойдет на дороге? Краевых порядка 18 миллиардов будет направлено денег, плюс порядка миллиарда это на закупку дорожной техники для госпредприятий, то есть от того 19 миллиардов примерно потратит край. И федеральное казенное учреждение Упор-Дур-Алтай, у них порядка 4-5 миллиардов ежегодно. Сейчас там сумма еще до конца не сверстана, сколько финансирование на этот год составит. То есть от того в крае, именно на дорожной сети края, порядка 23-24 миллиардов денег будет из-за сходов на 2022 году. Но это и на содержание, и на ремонты, и на реконструкции, капитальные ремонты. Относительно лет? Прирост достаточно большой за счет как раз инфраструктурного бюджетного кредита, который Алтайский край в этом году получил. Поэтому здесь прирост достаточно большой, именно что касается краевых средств. По федеральному управлению примерно в той же цифре. Что касается стоимости километра дороги? Тяжело сказать, настолько разные объекты. Есть понимание, что такое километр дороги в горной местности, что такое километр дороги в Кулундинской зоне, километр дороги в районе города Барнаула. Почему? Потому что что на этом километре делается? Из каких конструктивов он делается? Хорошо, где самый дорогой? Не готов сказать. Везде свои нюансы. Возьмешь вроде бы зону в районе, скажем, Бийска, у них щебеночные карьеры рядом, у них стоимость щебня дешевле, но у них стоимость битого чуть дороже, потому что в Сомске везется, плечо транспортное больше, чем до Барнаула. То есть такие нюансы. Какие материалы вообще в целом применяются в ремонте? Какой категории дорога? Там столько нюансов, поэтому выразить одной цифрой, что километр дороги должен стоить, предположим, 20 миллионов, ну нет, для этого и проект составляется, для этого он проходит госэкспертизу, чтобы она сказала, да, посчитано правильно, вот такая цена. Но от и до вилки тоже не скажете, да? Не скажу, настолько все индивидуально, потому что есть объект, ну я, к примеру, развязка, да, вот ленточный бор, она по последним данным озвучили там порядка уже под 4 миллиарда, да, а если ее в линейный километраж разложить, она очень небольшая по протяженности. И сравнивать ее, например, с дорогой, там, пусть даже и конструкцией дороги, какой-то иной линейного объекта, окажется, что она там в 10 раз дороже, да, ну это же не повод говорить, что там в 10 раз завышенные цены. Но есть свои особенности. Есть свои нюансы, да, поэтому, вот очень любите задавать такой вопрос, я очень не люблю на него отвечать, потому что все должно быть индивидуально. Если прийти к усоединению, то мы можем получить ситуацию, когда на одном объекте непонятно почему он будет стоить в 2 раза больше, чем он мог стоить, да, а в другом случае мы получим, что он должен был стоить в 2 раза дороже, но мы зачем-то его ввязали в какой-то лимит. Если даже вот 2 таких дороги взять и разложить по видам работ и их стоимости, окажется, что в каждом объекте виды работы, соответствующие с одинаковыми стоимостями, стоят. Если дорога дороже, значит на ней большее количество работ производится. А их целесообразная необходимость, на это есть огромное количество контролирующих, проверяющих органов, и поверьте, если они применяются, значит это целесообразно. Ну и последний, завершающий вопрос. Вопрос. Скажите, можем ли мы надеяться в итоге, что когда-нибудь в ближайшей перспективе у нас будут просто идеальные дороги? Конечно, в это надо надеяться и верить, но я могу сказать, что объездив, ну не всю Россию, так нельзя, наверное, говорить, но очень большую часть России, ежегодно, все равно в тех или иных регионах я бываю, у нас далеко не самая плохая сеть по состоянию дорог. Как городских, если город Барнову убрать, краевых дорог, федеральных дорог, проходящих по территории Алтайского края, вот поверьте, есть к чему стремиться, конечно же, есть, но и не стыдно точно. Сказать, что вся сеть, конечно, когда-то будет идеальной, в это надо верить, но есть одно большой нюанс, мы занимаем первое место среди субъектов по протяженности автомобильных дорог, и несмотря на большую, вроде бы, озвученную цифру дорожного фонда, которая будет потрачена, если разделить эту сумму на количество дорог, то окажется, что вот по рублю на километр мы далеко не в первых рядах по Российской Федерации. И это вызывает большую проблему, потому что делаем мы недостаточно для того, чтобы прирастать по дорогам, соответствующим нормативу. Мы, к сожалению, каждый год, ну, часть дорог, она все хуже и хуже и хуже становится, и мы не успеваем с ремонтами догонять. Почему очень важно вот как раз пользоваться инструментами привлечения топ-денег федеральных вне рамок наших краевых. Спасибо большое за ваши ответы. До свидания.